Друзья, привет! Не знаю, полыстая ли съемка. Ураганный ветер утих. Не поверите, плюс 8 было. Вот. Как говорится, старики не помнят. А сегодня 20 ноября. Для Сибири это зима. Ну и вот с этим ураганом ветром идет зима снова. Сегодня минус 3, завтра минус 10, потом будет минус 20. Все становится за круги своя. Деревям приходится нелегко. Сейчас я объясню, что я имею ввиду. Вот этот фильм я, наверное, назову «Второе молодое деревье». Или «Вторая попытка». Вот. Так. Кто у меня там за ноги цапает? Привет, друзья! Извините, не до вас. Итак, смотрите сюда. Вы знаете, я раньше не применял такие слова. Я применял слова, что якобы многие специалисты, если честно говорить, то из 198-99 считают, что нижние скалетные ветки дереву не нужны. Настолько не нужны, настолько бесполезны, настолько вредны, отнимая силы и прочее. Прочее, что надо просто уничтожить. Я в последние годы, когда благодаря интернету количество публикаций увеличилось не в разы, а в десятки, в сотни раз, всем захотелось показаться умными. Вот. И это стало бес всем настоящим. Теперь нижние скалетные ветки окружены злобой. Уже не просто не произнесло лишнее, а злобой их ненавидят. Ну, а я вам сейчас показываю Сибирский сад, куда деваться. Вот этот саженец я посадил, уже привитый однолетним. Что из этого получилось? Так, на колени, на земле мерзла. Смотрите. До метра, ну, самые, как бы их назвать, собаки по мне уже ползают. Так, самые гуманные, говорят, полметра и выше. Здесь, видите, сантиметров 25-30 ветка у меня вылезла. Я должен был ее уничтожить. Но случилось следующее. Основная ветка, вот она. Ну, центральная проводник. Она просто погибла. Вот взяла и погибла. Вот. На грани гибели уже вот эта ветка. О, встану на колени. Вот эта ветка на грани гибели. Видите? Где-то что-то видно у меня. Да иди отсюда. Кыш! Это я не вам. Так. Сейчас посмотрим, что тут у меня получается. Не вижу, что я вижу. Запотело. Почему так крупно? Почему так крупно? Ладно, пусть будет крупно. Итак. Вот эта ветка уже собирается погибать. И все, держаться будет вот на той нижней ветке. Давайте посмотрим теперь издалья. Итак, смотрим на дерево, которое бы погибло, если бы вот этих двух веток, согласно инструкциям, согласно всем этим злобным приказам, должны были быть уничтожены. Вот, видите, вот одна ветка и вторая ветка. Вот она. Посмотрели. А теперь смотрим издаля. Вот. Плодоносец. Плодоносец. Фотографии показывал, показывал. Посаду водил. Первые плоды видели, видели. Только благодаря тому, что низкий штамп. Ну, скажите, это исключительный случай. Вообще, до сих пор понять не могу, почему. Почему, это прямо из меня эмоции, почему привитое дерево, следы прививки видели, видели. Почему привитое дерево, привитое, которое не имеет генетический штамп, заставляет отрезать ветки, чтобы у него штамп был, чтобы лишнее на высоту гнало соки. Это бедное дерево, да еще, которое в Сибири, в Северной Руси даже не успевает вызвать за лето. Посмотрите. Вы думаете, я почему с него начал? Да, ну, пусть земный сорт. Ну, листья-то, видите, до сих пор не упали. Осенний сорт. Сейчас нечто подобное покажу. И так космическое. Это осенний сорт. Еще недели две назад тут все было в лесах, дерево не было видно. Но ураганный ветер помог. Смотрим теперь сюда. Я не собирался ему делать штамп, он получился сам собой. Довольно высоко, сантиметр на 70. Потом у него начало отмирать, вот они были, главные ветки были вот эти, видите, вот эти пенечки. Вот они. Это были главные ветки. Они начали отмирать и отмерли. Когда я их отрезал, пошло ниже. Когда пошло ниже, еще раз, Сибирь. Я успеваю, кстати, плоды кушать, вот что приятно. Вот эта ветка, которая ниже, видите, она тоже умерла. Вы думаете, все, прощай дерево. Оно дало ветку еще ниже. И не одну, внимание, видели? А теперь, сейчас зайду со стороны солнца, чтобы лучше было видно. Ну, как сенсация выглядит. Всегда, когда вы видите дерево, которое вроде бы подмерзло, не подмерзло, больное, не больное, вы всегда оцениваете его шансы, его желания по вот этим вот веткам. Прирост последнего года. Внимание. Я сказал, вот она ветка. Вот она ниже пошла. Так, видите? И, сейчас у меня шапка упадет. Приросты видели? От метра до метр тридцать, а там несколько, две, три, два метра. А может даже два двадцать. Вот это прирост последнего года говорит о чем? Абсолютно здоровое дерево. Да, при том, что у него центральный проводник, раз, два, три ветки, которые были выше, мертвы. В чем причина? В том, что я... А вон еще ниже, вот еще пошла. Видите, вот эта самая зеленая. И не одна, а вот их несколько. Вот эта, вон еще одна. Видите? Они, это и следующая замена растет. Дело в том, что это все привитые части. К ним, вот к этим веткам, я показываю на натуре, как сказать. Вот к этим веткам отношение самое злобное. Они считаются, то вообще просто лишние. А уж когда они выросли вдруг ни с того, ни с сего, их надо уничтожить, оставить раны на кольцо. Страшные, смертельные раны. В общем, беда. А прививка, вон она. Внимание. Вы хорошо видите? Ну, сантиметров 5-10, да? Вот прививка. Кстати, посажен на холм. Кстати, не преет. Ну, немножко корень вылез, но это мой недогляд. Так. Еще раз. Вот эти ветки, они позже начнут плодоносить. Еще года через два. И получится следующее. Идет посадка дерева, как бы усадка назовем. Итак, еще раз. Мертвая ветка. Вторая мертвая. Вон там и плохо видно. Третья мертвая, зато зеленая. Так. Дерево стало ниже. Теперь вот эти мощные приросты. Смотрите. И тут вот эти, где метр. Еще раз. Где метр. Вот эти метр, метр до полутора. Вот эти вот. Они растут из ту ветки, которая тоже через год-два умрет. Вон она, показываю. Но ниже замена готова. Ниже. И дерево будет давать усадку. И будет продолжать плодоносить, плодоносить. Еще, ну, чуть не сказал десятки лет. 5-10 лет это гарантировано. Почему? Нижняя часть у них абсолютно здоровая. На трещины не смотрите. За трещины, когда кора берет и... Матереет, твердеет. Потом растет дальше, она лопается. Это естественный процесс. Теперь вот еще на ниже самые ветки посмотрите. Но здесь неудобно. Я покажу еще одно дерево. Для наглядности. Ну, сейчас прикидываю. Там, где много сразу... А, вот. Видите? Сейчас я вам скажу еще один совет. Как не губить деревья. Потому что опять я взял и прочитал следующее. Как я прочитал? Прослушал ролик. Там, значит, так. Вот эти вот, понятно. Привитая. Прекрасно плодоносит. Это венгерка. Видите, вся в цветах. Вот. Будущих. А здесь вылезли вот эти светлые. Это подвойные. Подвойные. Их полагается уничтожить. Опять злоба. На кольцо. Чтобы их не было. Поверьте, когда здесь уничтожить на кольцо, мы искалечим основной штамп. Что нам надо делать? Надо будет... А, у меня с собой секатор. Ладно. Хоть не время этим заниматься. Но только ради науки. Будущей науки. Современная наука их не воспринимает. Вот так отрезаем. Да, мешают. Если я не собираюсь тут ничего больше привить, прививку делать, то я делаю вот так. Вот. Вот так я делаю. Видите? Вот. И ничего, пускай в таком угнетенном виде не будут. Вот так. Больше не буду. Потому что не время. В это время я запрещаю своим ученикам подсходить с секатором дерева. Кроме случаев, когда я делаю заготовку червяков. Поняли, да? Ни в коем случае не отрезать. Это страшнейшая ошибка. Я показывал потом пни. Когда видно в распиле, как они увечатся деревья, из-за этого доброго совета. Вырезайте полностью. Вырезайте полностью. Вот так мы и будем с вами воевать с этим всем. Вот. А тут тем более, видите? Тоже венгерка. Тоже это снизу вылезло. Видели? Снизу. Да господи, не мешайте мне. Эй. Кыш отсюда. Так вот. А здесь тем более я упустил момент. Тем более нельзя делать обрезку на кольцо. Придет весна. Так. Я еще хорошо подумаю. Не приведет ли еще один сорт. Почему? Потому что мне места мало. Мне приходится этим заниматься. Вот еще один привью. Сюда, наверное, я привью перску и мичурина. Сюда привью розовую венгерку. У меня с ней проблема. Пойду на поклон к этому Чернобаеву. Он их сделал искусственным путем. С помощью витактивной гибридизации, Которую не признает наука. Ну и бог с ним. Зато я хочу закрепить, чтобы розовые остались. Розовые шедевры. Посмотрели? Посмотрели. Вот еще пример. Здесь тоже. Вот эти вот нижние скелетные ветки, Это уже абрикос. Ну-ка. Ага. Это абрикос фарина. Так. А вот на ней прививки делал. Видите? Там, где ленточки, чтобы видно было. Вот прививка. Куда я прививаю? Ниже. Ниже. Прививки. Вот здесь вы видите, что? Вы видите ветку, которая прошла в бок. Использовал ее. И еще использую. Вот. Очень удобная вещь. А зачем бы я ее отрезал? Когда она мне годится для скелетной прививки. Так. Раз. Во-вторых, я не всю ее отрежу. Вот, допустим, вот эту ветку я не отрежу. Хочу посмотреть. Фаина изменит качество подвоя. У меня такие случаи есть. Вот та фаина эта слева. Привитая. А справа вот эта светлая. Это мазирский абрикос, на который она была привита. Ну что, хватит вам чуть не скал голову морочить. Вот. А, еще такой же пример. Вот это вот один из моих шедевров, которым не признали Голден Дейлишер. Да, действительно. И плоды. Самые крупные были 550 грамм. Вот он так же был. Ну, пошел криво, косо. Отмерзла ветка. А вторая, он был привит, было две почки. Одна, вы видите, не пошла. А вторая пошла. Вот. Значит, у той второй почки морозостойкость ниже. Когда я на этом основании, что каждая почка имеет свою морозостойкость, когда я на этом основании придумал новую теорию и практику, называется, селекционное клонирование, не признали, была даже рецензия на мою статью в крупнейшей газете. Но мы это проходили. Не признали. А что там признавать? Получается, если верить этому суперспециалисту Ярославцеву, что каждый из этих почек имеет одинаковую морозостойкость. не считая только того, что как он написал, разные причины дифференциации. Ну, это уже ладно, не будем далеко копать. Персик-Хасанский. Осталось раз-два. Я их тут оставил. Что я буду с ними делать? А, ну, это пусть будет уже следующая тема. Итак, назову фильм «Примерно. Вторая жизнь деревьев на севере России и в Сибири». Вот так вот. О, думаете, погибла. Сейчас, если бы я по дури до метра бы вырезал скелетные ветки, нижние, по дури, говорю, которые властвуют сейчас в умах миллионов людей, благодаря этим, в том числе и выпускницам Тимирязевки. Вот. Вот это было бы мёртвым. Но, как видите, помирать не собирается. А почему? Вот доказать, почему не собирается. А вы на приросты гляньте. Вот этот самый длинный, это полтора метра. А это метр двадцать. Это метр. Это метр двадцать. Видели? Ну что, собираются помирать? С такими-то приростами. Вот так вот. А вверх растений захотел. А это Сибирь. Это способность дерева переходить в кустовидную форму. Вот. Ну а обрезки страшные. Смотрите. Стоило мне вот тут отрезать. И всё. Не дай бог дальше пойдёт. Ну, это уже другая тема. Называется работа с деревьями на севере и в Сибири. Целый цикл так назову. Всё, друзья. Пока. Надеюсь, у меня какая-то польза будет. И от того, что я вас отучаю, отрезать низкие скалетные ветки. Вот. А, ну-ка я посмотрю. Идёт запись. Представляете, запись идёт. Пошло 15 минут. Ну и полюбуйтесь, чисто внешне. Чисто внешне. Видно, что я отрезаю ветки скалетные. А выражаемые видели? А? Это, знаете, такие выражаи были, что не даю вам бог видеть это всё. Потому что сгнило десятки ведер. Десятки, если не сотни. И яблони, и груши, и абрикосов. Ну, что поделать. Я не торгаюсь, не умею торговать. Но зато семена достанутся вам. И это здорово. А вы скажете, а что это ты тут выпилил? Наверное, у тебя абрикос погиб. А-а-а-а. Посмотрите. Погиб. Он был абсолютно живой. А вот там он лежит, ждёт большая куча дров. Теперь это дрова. Вот дело в том, что я освобождаю место для... Ну-ка, раз, два, три, четыре. Ну, и с этой стороны кое-что, видите? Вот я освободил место. Я им пожертвовал ради молодёжи. Другого места нет. Хотя, честно говоря... Честно говоря, лишнее дерево муру бы не помешало. Ну, что делать? В стране для сада железа места нет. Попытки были. Сказали нет. Вот. Ну, а... Растаял снег. Был много снега. Двадцать три сантиметра. Полностью растаял. Несколько дней. Плюсовая температура даже ночью. И вот результат. Ничего. Я здесь накрою коробками. А потом вам покажу. Всё, друзья. Коробки это уже на зиму, на морозы. Вот, видите? Два их. Вот. Третий. Этот вот четвёртый. Вот. А вот он четвёртый. Мы так будем держать фонд, сохранять. А то, понимаешь, эти самые... Уже плодоносит, уже всё. Потом мы их калечим. Берём с них ветки. И чем кончается? Ну, понятно. Не выдерживает обрезанные деревья морозов. Да ещё персики. До свидания, друзья. Кстати, вот это дерево. Вот оно. Которое я вам показал пень. И скажите мне, что оно мёртвое. Которое я вам показал. А будет ты что-то без накалиста. До свидания. Тихо отuters. Всё.